Всем привет, дорогие друзья! Всем привет! С вами Александр Аната. На пороге 2014 год. Уже не то что стучится, уже ломится в дверь. Да, я думаю, многие уже за столом и празднуют. Да-да-да, я тоже так думаю. А кто-то в это время готовит еще, кто-то, думаю, вообще может еще по магазину скакать, докупая последнее недостающее. Наряжает елки, украшает квартиру. А мы вот сидим и пишем подкаст. Ну да, нас там кастрюльки ждут с салатами, строгать-строгать еще. Ну да ладно, это семейные хлопотные, думаю, мы сейчас не об этом. На самом деле мы думали составить какой-то топ игр, свой собственный, как это делают многие, но не получается у нас это сделать. Каждая игра по-своему была особенной, каждая игра чем-то выделялась и была уникальной. И вот так просто отранжировать их, эта игра лучше, это хуже, у нас не получается. Ну да, мы честно пытались. Я думаю, вообще ранжирование в данном случае неуместно, потому что игры были абсолютно разные. Как новинки, которые мы подхватывали в день релиза прям. Как и те игры, которые обрели уже некоторую популярность. И в том числе коснулись игр, которые мало популярны, мало известны. Более того, наша копилка пополнилась играми от PlayStation 3, а там немало интересных проектов. Там очень было много эксклюзивов, опять же. Да, да, то есть как бы все это сравнивать и расценивать, это не совсем... Не для нас это просто, не для нас. Мы играем в игры для удовольствия. Вот именно. И, собственно, следующий год, я думаю, мы будем придерживаться той же тактики. То есть у нас на канале, я думаю, будут затрагиваться как новинки, свежевышедшие. Будем пытаться проходить то, что мы уже давно хотим пройти. Вот, допустим, сейчас вот идет серия Dead Space. И еще куча-куча-куча серий, которые прям вот просятся в ручки, а мы им не можем уделить должного внимания. Очень хочется, между прочим. К слову, по поводу новинок, да и не только, в общем-то, новинок, касательно вообще, наверное, всех игр. В конце года YouTube же подкинул нам такой сюрприз в качестве ужесточения правил своего фильтра. И, понятное дело, что новинок это коснется... Особенно, я думаю. Да, особенно сильно. Придется больше уделять внимания правообладателям, как-то пытаться с ними, видимо, связываться и вообще урегулировать этот вопрос. Будет, короче... А неизвестно, как это будет, потому что, ну вот скажет он, нет. И что ты сделаешь? Ничего. Все, нет, нет, нет. Поэтому, как бы, обещать что-то, наверное, мы не будем. Мы стараемся уже, в общем-то, не обещать, потому что сложно обещать, а потом не выполнять. Это в два раза хуже, если не в три раза. Я думаю, будет ясно, будет ли прохождение на канале или нет, после того, как мы, допустим, осеним первую серию и зальем тестово, посмотрим. То есть, будут ли какие-то проблемы с серией или не будет. Да-да-да. Ну и еще, кстати, я хочу напомнить, что в 2014-м, опять же, включается система премодерации залитых видео. Наша медиасеть будет проверять все залитые нами ролики. Это, впрочем, не только наша медиасеть, это всем сетям поручили такое. Не, но я имею в виду, что, да, все сети, естественно, этим будут заниматься. И как вот, получится ли делать все дальше, как и раньше, по расписанию, или придется уже более-то все хаотично. А дальше уже не от нас будет зависеть. Будет зависеть от того, как скоро медиасеть будет проверять серии. Ну, короче, нам остается только надеяться на их расторопность в этом вопросе и адекватность. Вернемся. Не будем о печальном. Да, вернемся к хорошему. В 2014-м году, к слову, должна же выйти Xbox One. Мы на нее, на самом деле, не особенно определились. Я бы сделала поправку, она должна выйти в России. Да, в России официально. Ее можно было бы купить сейчас, через Америку. Но тут встает много вопросов. Во-первых, с доставкой ее до дома. Во-вторых, как быть с гарантией, если с приставкой что-то не так. Да и с играми, опять же, вопрос, как там с русским. Я сомневаюсь, что там есть игры локализованные на данном уровне. Ну и такой мелкий, щепетильный вопрос материальный. Мы как бы только что откупили PlayStation 4. Тут же покупать Xbox новый, это не особо нам как бы... Неинтересно, короче. Да. А вот чуть попозже бы. Я, на самом деле, очень жду новых игр на PlayStation 4. Это и новый Infamous, который должен выйти. По роликам он просто шикарный. Так, кроме него там еще должны быть игры. Короче, я очень хочу Next Gen, который уже давно ждал. Буквально недавно запустил PlayStation 3. Мы к ней не прикасались в какое-то время. Ну, как-то так не складывалось. И понял, что, блин, ну это уже устаревшая приставка, по сути. Это 30 фпс ограничения. Очень рывками, анимация рывками идет. Я вообще удивляюсь, как последний проект, вот типа The Last of Us. Две души просто, я не знаю, выжили все соки из нее. Да, они выжимают все соки натурально. Я бы очень хотел бы видеть реинкарнацию вот этих проектов на PlayStation 4. Да, было бы круто. Было бы, мне кажется, это очень было бы шикарно. Ну, я думаю, все-таки это очень вероятно. Потому что проект, стоящий внимания именно для переиздания. Да, но опять же взять, вот допустим, GTA 5. Там явно не хватает производительности приставки. Она весьма тормознуто себя ведет. И PlayStation 4, а еще лучше, конечно, ПК. Я знаю, как ее многие ждут. Было бы, конечно, для нее очень хорошим плюсом. А я думаю, так и будет. Посмотрим, поживем, увидим. Я думаю, это будет уже видно в 2014 году точно. Кстати, пока не ушли от 2013 года, хочу еще один такой момент вспомнить, напомнить. 2013 год, это, в общем-то, именно в этом году мы начали основную деятельность канала. То есть мы год начали. Вот НАТО недавно смотрело по статистике 77 человек. Ну да. И вот сейчас уже на канале почти 26 тысяч. И как бы я считаю, что это весьма существенно. Но для нас, по крайней мере, это достижение. Да, я согласен, что это достижение. Мы очень много сил, как бы, особенно в последнее время вкладываем в канал. Если сначала это было все как-то так... Мы не думали, что как бы в итоге это все выльется вот именно в такую деятельность. Ну да. И в итоге все это сейчас канал обрастает и обрастает новыми фишечками. Это вот и заставки НАТО делает. А сколько аппаратуры сменилось за это время? Просто не перечислить все. Сколько экспериментов было с техникой? Сколько с программами экспериментов было? Хочется же как лучше все, чтобы было на уровне. Не хочется делать тяп-ляп. Да. Короче, хватит мыть косточки 2013. Это уже уходящее. Да, всех нас ждет 2014. Поэтому с наступающим Новым Годом всех желаю счастья и радости и любви побольше. А я в свою очередь хочу пожелать добра, счастья, здоровья вашим близким. Игры, конечно, играми. Все это прикольно, здорово. Но ведь самое дорогое, что у нас есть, это те, кто рядом с нами. Всем счастья и здоровья. Всем пока. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!